Преступление без наказания. Ровно 4 года назад боевики расстреляли 16-летнего школьника из Краматорска Степана Чубенко. Суд в Украине приговорил троих убийц к пожизненному заключению заочно. Самих преступников до сих пор укрывает Россия. Выдать их требует Генеральная прокуратура и мама Степана. Какие еще вопросы остались без ответа в этой трагедии, выяснял Александр Махов. В этой комнате все так же, как и 4 года назад. Вот ощущение, что он на сборах, что он на выезде играет. Сталина Чубенко ничего не меняла в комнате своего сына. Правда, с тех пор, как Степана нет, на его кровати спит верный пес Бим. Вот здесь, да, скажи, здесь я сплю, здесь я спал со Степой. Степа спал вот так, боком, рядом с ним пес, и пес еще отталкивался вот так лапами. 16-летний Степан Чубенко попал в плен в июле 2014-го, когда возвращался из Киева в тогда еще оккупированный Краматорск. Боевикам не понравилась синежелтая ленточка на рюкзаке парня. Они вывезли его за город, расстреляли и закопали в поле неподалеку от Донецка. Все эти подробности и даже имена убийц Сталина Чубенко узнала сама. Для этого ездила в оккупированный Донецк. Сама же и забирала тело сына. Пять выстрелов. Когда я его увидела при изгумации, понимаете, в целлофановом пакете, брезент еще был, они, видимо, тащили его до ямы. Руки за спиной, скотчем связанные. Степан был голкипером молодежной команды местного футбольного клуба «Авангард». Готовился стать профессиональным футболистом. Руководство клуба навсегда закрепило за Степаном первый номер. Это программка местного футбольного клуба «Авангард». Такую выдают болельщикам перед каждым домашним матчем. Здесь печатают составы команд. С тех пор, как Степана убили, в клубе сменилось множество игроков. Но место Степана неизменно номер один. Его фотографию печатают перед каждым домашним матчем, словно он в любой момент может выйти на поле. Тренер детской академии говорит, это не просто дань памяти, это признание таланта Степана. Начиная с детского возраста, он всегда был в своих возрастах номером один. Поэтому, переходя из возраста в возраст, он всегда был основным уратарем в нашей команде. Ну, естественно, на него частично равнялись и был вице-капиталом команды. Номер первый, голова Чурбенко! Эту кричалку придумали местные фанаты. Степа был своенравным не только на футбольном поле, но и за его пределами. Во время оккупации Краматорска носил украинским солдатам продукты на блокпосты. И однажды сорвал флаг так называемой ДНР в центре города. В расстреле Степана участвовали трое боевиков так называемого батальона ДНР Керчь. Их заочно приговорили в Украине к пожизненному заключению. Все трое скрываются в России. Генеральная прокуратура подала документы на их выдачу. Но россияне не спешат отдавать убийц. На жаль, до этого часа станом на сегодняшний день российская генеральная прокуратура и правоохранительные органы никаким образом не отреагировали на заплаты генеральной прокуратуры Украины. Сталина Чубенко хочет, чтобы убийцы были пойманы и отбывали наказание в Украине. А еще у нее остались вопросы к преступникам. Женщина до сих пор не знает точной даты смерти сына. Знаете, как говорят? Простить. Надо простить. Убийц тогда их Бог сам накажет. Но для того, чтобы простить, надо понять. А для того, чтобы понять, я должна вот так один на один здесь с ним поговорить. Сталина продолжает работать учительницей в той же школе, в которую ходил ее сын. Он каждый день смотрит на нее с мемориальной таблички в холле. На снимке Степан в строгом костюме. А вот на могиле парень в привычной вратарской форме и навсегда на футбольном поле. Из Донецкой области Александр Махов, Николай Интофичук и Константин Царинок. Сегодня канал Украина.